Привет друзья, сегодня мы с вами рассмотрим топ 10 игр, которые не отпускают своих игроков, потому как завораживают с первых минут игрового процесса. Так что жмем на лайк, пишем комментарий и погружаемся в мир захватывающих приключений и незабываемых эмоций. Destiny 2 многопользовательский шутер расскажет об очередной катастрофе, которая грозит человечеству. События данной игры будут происходить в далеком будущем. Вы увидите настоящих стражников всей земной цивилизации, которые будут отчаянно сражаться с новой силой под названием Красный Легион. Человечество проиграло самое важное сражение в истории и даже защитники не смогли остановить натиск врага. Сила защитников иссякает, но есть еще шанс спасти планету, если не только стражники, но еще и люди смогут объединить свои усилия. И вот настает решающий момент, когда люди и стражники все-таки объединились. Судьба всего человечества теперь в руках защитников и людей, которые смогли поднять мятеж против коварных представителей Красного Легиона. Здесь вы сможете выбирать для себя класс защитников. Это и атакующие воины, и защитные. Также есть возможность прокачивать навыки персонажей и их футуристическое оружие. Горска защитников сможет победить врага, если правильно использовать все игровые ресурсы. Каждый стражник обладает уникальными способностями и возможностями. Изучайте классы героев, возьмите оружие, объединитесь с простыми мятежниками и устройте кровавый бой. Albion Online. Это MMORPG в стиле песочницы, действие которой происходит в средневековом фэнтезийном сеттинге. Геймеры берут на себя роль искателей приключений, исследуя огромный открытый мир, наполненный монстрами, сокровищами и другими игроками. Игроки могут выбирать из множества классов, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и стилем игры. Также имеется развитая экономика, управляемая игроками, где игроки могут покупать, продавать и обмениваться предметами друг с другом. Игровой мир Albion разделен на различные регионы, в каждом из которых есть свои уникальные ресурсы и монстры. Также есть различные режимы игры, такие как игрок против окружения, в котором игроки могут объединиться в команды для прохождения сложных подземелий и боссов. И игрок против игрока, в котором игроки могут участвовать в боях на открытом пространстве и контролировать территорию. Из видов оружия в игре встречаются мечи, топоры, булавы, луки и посохи. Среди предметов доспехи, зелья и зачарованные предметы. В игре также представлены различные виды питомцев, такие как лошади и ослы, с помощью которых игроки могут передвигаться быстрее. Albion Online предлагает глубокий и увлекательный игровой процесс с широким выбором развлечений для игроков. Будь вы хардкорным PvP игроком или обычным исследованием, в этом богатом и захватывающем игровом мире найдется что-то для абсолютно каждого игрока. Soul Max это захватывающая приключенческая игра с элементами ролевой игры, погружающая игроков в мрачный и таинственный мир, наполненный древними тайнами и сверхъестественными силами. Игра обещает глубокий сюжет, уникальные механики и атмосферный геймплей, который заинтересует как любителей классических RPG, так и поклонников современных приключенческих игр. В Soul Max игроки оказываются в мире, где реальность переплетается с мистикой, а древние духи и сущности живут среди людей. Главный герой – обычный человек, который внезапно оказывается втянутым в эпическую борьбу между светом и тьмой. В один из дней он находит таинственную маску, обладающую душами древних воинов, которые могут даровать своему носителю невероятные способности. По мере продвижения по сюжету, игроку предстоит раскрывать секреты этой маски, встречаться с могущественными врагами и решать сложные моральные дилеммы. История разворачивается через диалоги, кинематографические сцены и многочисленные записи, разбросанные по миру игры. Soul Max – это увлекательная приключенческая игра с глубоким сюжетом, насыщенным геймплеем и уникальными механиками. Если вы ищете захватывающие приключения с элементами RPG и глубокой истории, Soul Max – идеальный выбор. Street Fighter VI – проект, где игроки смогут испытать себя в лучшем файтинге. 18 разнообразных бойцов, включая классических мастеров и новых фаворитов, таких как Рю, Чун Ли, Люк, Джейми и Кемберли, каждый из которых отличается потрясающим новым дизайном и мощными спецприемами, которые позволят вам проверить свои навыки в борьбе с лучшими бойцами. Выберите один из трех типов управления – классический, современный и динамический, в соответствии со своим стилем игры и уровнем мастерства. Благодаря новой функции комментирования в реальном времени, игроки смогут почувствовать волнение соревновательного матча и получить полезные советы по прохождению. Исследуйте захватывающий однопользовательский сюжетный режим World Tour и узнайте истинное значение силы. Отправьтесь со своим персонажем в путешествие по Метро Сити и за его пределы, где можно встретить мастеров, которые научат вас своему уникальному стилю и приему. Также присоединяйтесь к Battle Hub, центральному режиму Street Fighter 6, где игроки могут собираться, общаться и вместе становиться сильнее. Multiversus – это бесплатная онлайн игра, относящаяся к жанру файтинга с элементами платформера. Эта уникальная игра позволяет играть за совершенно разных персонажей из вселенных, которые раньше не пересекались, и при этом получать максимум удовольствия. В игре нет сюжета, поэтому нет необходимости объяснять наложение миров. Все рассчитано на онлайн сражения с другими игроками. Каждый управляемый боец отличается не только внешне, но и совершенно разной механикой. Я говорю о различных навыках и умениях, а также о наборах ударов, приемов, суперударов и многом-многом другом. Помимо персонажей, каждая локация в игре основана на одном из различных миров и вселенных. Это означает, что сеттинг изменился, причем не только внешне, но и предлагает новые механики, такие как элементы платформера, интерактивное окружение и многое другое. А вот графика выполнена в красочном мультяшном стиле с плавной анимацией. Lost Ark – это захватывающее MMORPG, действие которое разворачивается в богато детализированном фантастическом мире, полном приключений и интриг. Сюжет вращается вокруг персонажа, который отправляется в опасное путешествие за могучным артефактом Lost Ark, способным спасти мир от гибели. Геймеры могут выбрать один из множества классов, каждый из которых обладает уникальными способностями и стилем игры. Например, воин, стрелок, маг, ассасин и другие. Они могут исследовать огромный мир на полной разнообразными ландшафтами, включая пустыни, леса и ледяные тундры. В игре реализована обширная система создания предметов, которая позволяет игрокам создавать различные мощные предметы от оружия до доспехов. Одним из уникальных аспектов Lost Ark является ее боевая система. Игроки могут участвовать в стремительных, насыщенных действиях в сражениях, используя комбинацию навыков, атак и способностей. Они также могут выполнять специальные комбо и перемещаться по полю боя, уклоняясь от ральских атак. Помимо основной сюжетной линии, игра предлагает различные игровые режимы и возможности, такие как рейды, подземелья, пиви-сражения и многое другое. Также есть система сбора карт, где игроки могут собирать и использовать карты, чтобы получить уникальные бонусы и способности. Есть множество персонажей, включая главного героя Валерона и различных NPC, которые предлагают задания и помогают игрокам в их путешествии. Короче, это захватывающая и увлекательная MMORPG игра, которая предлагает бесконечные часы приключений, исследований и сражений в богато детализированном мире, полном волшебства и чудес. Unted – это бесплатная игра в жанре песочницы, действие которой происходит в постаполитическом сеттинге «Захваченном зомби». Действие происходит в вымышленной версии Соединенных Штатов Америки с такими локациями, как Вашингтон, Орегон и Альберта. Игрок должен собирать ресурсы, такие как еда, вода и медикаменты, чтобы остаться в живых, а также искать оружие и другие предметы для защиты от зомби. Геймер также может создавать предметы, такие как укрытия и ловушки, которые помогут ему выжить в суровой постаполитической среде. Есть много различных режимов игры, включая режим одиночной игры, многопользовательский и творческий. В одиночку игроку предстоит выживать в одиночку, а во многопользовательском игроки могут объединиться в группы и работать вместе, чтобы выжить. Творческий режим позволяет игрокам строить и творить без угрозы зомби. Представлен широкий выбор оружия, предметов и транспортных средств, которые игроки могут использовать также для выживания. Среди огнестрельного оружия имеется АК-47, М16 и Глок, а также оружие ближнего боя, такое как топор и мачете. Игрок также может найти и использовать такие предметы, как бинты, аптечки и рюкзаки, которые помогут ему в выживании. В общем, это захватывающая сложная игра, в которой игрокам предстоит бороться за выживание против полчищ зомби в постаполитическом мире, а самое главное, она бесплатная. Russian Fishing 4. Это реалистичный симулятор рыбалки, действие которого развалится в обширных и живописных ландшафтах России. Игроки берут на себя роль рыбака, отправляясь в дикую природу, чтобы забросить удочку и поймать на крючок множество различных видов рыб. Геймплей в игре невероятно захватывающий, с детализированной графикой и физикой, которые точно отображают различные методы ловли рыб и оборудования, используемые в игре. Участники могут выбирать из множества различных удочек и катушек, а также приманок и наживок, каждый из которых обладает уникальными характеристиками и способностями. В симуляторе есть множество различных игровых механик, включая кастинг, наматывание на катушку и борьбу с рыбой. Чтобы добиться успеха, игроки должны следить за уровнем своей энергии и состоянием снаряжения. Тут также представлены различные режимы прохождения, включая одиночную и многопользовательскую игру, а также турниры и соревнования. Виртуальный мир богат разнообразной флорой и фауной, от пышной зелени лесов до глубоких синих вод морей. В игре также присутствуют различные NPC, такие как другие рыбаки, которые могут дать совет или подсказку. Monster Hunter World – это ролевая игра в жанре экшен, действие которой происходит в фэнтезийном мире, где игроки берут на себя роль охотника, задача которого – выслеживать и ловить больших монстров, бродящих по земле. Геймплей в данном проекте сфокусирован на исследовании и боях. Игроки исследуют множество различных сред, от густых лесов до палящих пустынь в поисках своей добычи. По пути они будут собирать ресурсы, создавать оружие и броню, а также улучшать свое снаряжение, чтобы лучше противостоять сильным монстрам, на которых они охотятся. Сюжет вращается вокруг персонажа игрока, который является членом пятого флота – группы охотников, отправленных в новый свет, землю, полную опасных существ. Цель – выследить и захватить старших драконов, могучных чудес, угрожающих равновесию нового мира. Новый мир – это обширное открытое пространство, наполненное множеством различных средств и существ. Среди локаций встречаются в игре древний лес, дикая пустошь и гнилая долина. Также в игре имеется несколько различных режимов, включая сюжетный для одного игрока и многопользовательский, который позволяет геймерам объединиться в команды и вместе сражаться с могущественными монстрами. Elden Ring – приключенческий фэнтезийный экшен с видом от третьего лица, в котором вас ждут приключения, битвы с эпическими монстрами и нелинейный сюжет, который полон на неожиданные повороты и тайны, раскрыть которые будет не так-то просто. События отправляют нас на просторы, покрытые пельной мраком вселенной, которая переживает последствия жуткого апокалипсиса. Исполни роль отважного героя, который отправляется в далекий путь на поиски ценного артефакта, способного спасти мир от полного разрушения. Впереди нас ожидают преграды и опасности, борьба с бездушными и могущественными монстрами, а также раскрытие тайн, которые сумеют привести к цели. Позаботься о своей экипировке, чтобы она всегда содержала мощное оружие и атрибуты защиты. Изучай локации, чтобы раздобыть ценные ресурсы и открыть больше возможностей по достижению поставленных целей. Пройди все испытания и наконец спаси мир, дав его обитателям надежду на светлое и безопасное будущее. Вот и подошел к концу мой топ 10 игр, в которые можно залипнуть не на один десяток часов. Надеюсь, что вы смогли найти для себя что-то новое и увлекательное. Поделитесь пожалуйста в комментариях своими любимыми играми, которые тоже затягивают вас на долгие часы геймплея. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова